Знаете, мы обычно думаем о нисхождении в ад и восхождении на небеса. Но действительно ли ад буквально находится где-то внутри Земли, и там внизу есть люди, а небеса? Если сесть на космический корабль и полететь прямо вверх, попадешь ли ты на небеса? Проблема здесь в том, что мы смотрим в терминах земной географии, а это духовные вещи. Небеса — это реальное место, и ад — это реальное место. Но они действуют в других плоскостях. То есть это не просто вопрос восхождения или нисхождения. В духовном смысле это вверх или вниз, но не обязательно в пространстве. Посмотрите, что пишет Павел во втором послании Коринфаном в 12 главе. Он говорит о себе, но в третьем лице. «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет восхищен был». То есть это вверх, до третьего неба. В теле ли не знаю, вне ли тело, не знаю, Бог знает. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тело, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. То есть есть реальное место, где обитает Бог, где находятся ангелы. И, например, послание к евреям говорит нам, что схикиния, которую построил Моисей, была построена по небесному образцу. То есть на небесах существует святилище. Божий трон находится на небесах. Умершие святые, верующие, которые умерли, чтобы быть с Господом, они на небесах. И Библия дает нам картину Иисуса, сходящего с небес. Он восходит и спускается. Это все библейские концепции. Но мы не хотим думать в терминах пространства, будто небеса вверху. От того, где вы живете на земле, зависит, где вообще вверх. Не так ли? Нам нужно воспринять это как духовные концепции. Вверху и внизу, а не как географические пространственные концепции, потому что небеса имеют не такую природу. И ад не имеет не такую природу, как наша земная география.